Всем привет! Продолжаем рассматривать советы от Скотта Мэйерса по эффективному использованию языка C++. И сегодня очередной совет из его книги «Наиболее эффективное использование C++» 2000 года 35 рекомендаций. И правило номер 10 в этой книге. Называется «Не допускайте утечки ресурсов в конструкторах». Некоторые вещи в его книгах, ну тех стареньких, можно сказать, немного устарели, некоторые устарели. Но тем не менее, советы дельные. И я считаю, что их нужно все рассмотреть. Поэтому приступим. Итак, посмотрим на первый пример. Ну, например, ну это эти все примеры, ну там как бы один, ну я их подобавлял там один и тот же пример в разных вариациях шести примеров. Так вот, представьте, что вы разрабатываете программу для мультимедийной адресной книги. То есть у нас есть телефонные номера, непосредственно адресная книга и, 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 к примеру, эта книга еще может содержать картиночку какую-нибудь, ну то есть фотографию или еще что-нибудь. И аудиоклип. Аудиоклип здесь имеется в виду, что это, например, мультимедийная информация, ну в частности, например, правильное произношение имени и фамилии. Вот, то есть, что-нибудь, короче. Так вот, вот у нас есть адресная книга. Есть конструктор, здесь принимается имя, адрес, там путь к картинке и путь к аудиофайлу. Ну и какая-то там функция, которая добавляет телефонные номера и так далее. То есть это, это не важно. Так вот, в конструкторе мы инициализируем имя. То есть оно у нас не пустое. Адрес может быть дополнен потом, там картиночка и аудиоклип тоже. Вот. Так вот, все здесь как бы хорошо. Здесь мы проверяем, если путь к картинке не пустой, то мы создаем новый объект, имидж. Точно так же и для аудиоклипа. Ну и здесь я добавил вывод в терминал, что у нас конструкторы сработали. То есть начало конструктора, конец, деструктор, начало, конец. Ну и точно так же для имидж, класса имидж и для класса аудиоклип. И давайте запустим. И вроде все хорошо. У нас отработали конструкторы, как вы видите. Дальше внутри нашего книги, да, отработали конструкторы картинки, конструкторы аудиоклипа. Точно так же все завершилось и отработали все деструкторы. Все в штатном режиме, все у нас хорошо работает. Но что же будет, если на этапе конструирования, например, при создании объекта аудиоклип, у нас возникнет исключение. То есть исключительная ситуация. Ну и исключительная ситуация может возникнуть, например, если не хватает памяти. И оператор new генерит исключение, по-моему, bad allocation или что-то такое. Ну или, либо же в самом конструкторе. Вот если в самом конструкторе, где у нас, давайте еще, вот здесь, аудиоклипа, возникнет какое-то исключение. Что будет? Ну, давайте посмотрим по примеру 2. Сейчас я его запускаю. И что мы видим? Мы видим отработку конструктора. Начало отработки. Дальше отработали конструкторы. Image и аудиоклип. И, 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 произошло исключение. Произошло исключение. Как мы видим, деструкторы не сработали. И это уже плохо. Потому что уже начинается какая-то утечка памяти. Да, если приложение упадет, то, в принципе, никакой утечки памяти не будет. Но приложение падать не должно. Соответственно, нужно обработать это исключение. В данном случае у меня, к примеру, после создания объекта, я генерю специальное исключение. То есть, дальше, там, в последнем или предпоследнем примере, я буду внутри конструктора генерить. Но это не столь важно. Так вот, как вы видите, вот здесь у нас генерится исключение. И, соответственно, при создании объекта BookEntry у нас все падает. Да, даже если мы здесь перехватим это исключение, ну, деструкторы вызваны не будут. Язык C++ гарантирует безопасность удаления, ой, точнее, гарантирует вызов деструкторов только для тех объектов, у которых были полностью отработаны конструкторы. В данном случае конструктор BookEntry не был отработан. Это раз. Соответственно, его деструктор вызван не был. Соответственно, в деструкторе же мы удаляем существующие, ну, те объекты, которые были созданы. В данном случае, Image объект был создан корректно. Но, так как не был вызван деструктор, соответственно, не был вызван деструктор вот этого объекта. Вот, этого класса. Соответственно, вот, как минимум, вот здесь уже происходит утечка. И если мы где-то перехватываем, перехватываем вот эти исключения, то и программа продолжает работать дальше, то есть мы там предпринимаем какие-то другие шаги, то постепенно будет память течь. Так, давайте в примере 3 посмотрим, что в примере 3. Ну, в примере 3 я просто беру и перехватываю. То есть попробую решить эту проблему вот так вот, да. Беру и перехватываю, то есть оборачиваю в блок TryCatch наш BookEntry и пытаюсь перехватить любое исключение. Как только я его перехватил, попытаюсь удалить вот этот объект. Ну, давайте посмотрим, что будет в этот раз. В этот раз все то же самое. Приложение не падает, потому что я перехватил исключение. Но никаких деструкторов не было вызвано. Смотрите, по-хорошему, если мы словили исключение, нам как бы его надо пробросить дальше. Я его здесь дальше не пробрасываю, потому что, ну, некуда его здесь пробрасывать. Но по-хорошему, если вы получили какое-то исключение при конструировании объектов, то конечно же хорошо было бы пробросить, то есть здесь выполнить все необходимые действия и пробросить это исключение дальше. Чтобы, к примеру, на какой-то основной модуль, самый верхний, ну или ниже, он смог обработать и предпринять какие-то другие алгоритмы для инициализации объекта. Так вот, смотрите, здесь попытка, вот такая кривая попытка всю эту ситуацию исправить. Давайте поставим точку останова F9 и попробуем продебажить. Смотрим, вот за мышкой следите, PBE равен нулю. Да, попытаемся создать объект и чоу. А, все. Давайте поставлю точку еще здесь, вот так вот. Раз, два. И смотрите, PBE все равно равен нулю. Почему он равен нулю? Ну, то есть вот эта операция, она не вызовет деструкторов, только потому что сам указатель равен нулю. А равен он нулю, потому что на этапе конструирования объекта произошло исключение. Соответственно, вернется, ну, присваивания не будет. Язык C++ позволяет корректно удалять нулевые указатели, то есть освобождать память. То есть это, это нормально. Соответственно, ничего нигде не падает и, 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 и вот так вот. То есть этим проблему мы не решим. То есть у нас по-любому память течет. Вот здесь имидж. То, что не был создан объект BookEntry, к примеру, и AudioClip, это одно. Но вот имидж, он был по-любому создан. Соответственно, соответственно, мы имеем проблемы. Ну что ж, как же решить эту проблему? Давайте посмотрим. То есть это первая попытка, и, как мы видим, ничего мы не решили. Мы попытались, но попытка неудачная. Давайте посмотрим пример 4. Что у нас в примере 4? Так. Что-то я не понял. А, а. То же самое, да, это я пример добавил. К примеру, если мы сам BookEntry объект обернем в умные указатели. Ну все то же самое будет. А, то есть присваивание не будет. Ну, потому что у кого-то может возникнуть мысль. А если мы в умные указатели, ведь он же настолько умный, что должен решить эту проблему. Ну нет, он эту проблему не решит. Можем опять-таки убедиться, да. Ап. Ап, ап, ап. Где у нас? Давайте еще тут точку останова поставлю. Ну все то же самое, как бы конструкторы отработали, а вот деструкторы нет. Раз, и как мы видим, все равно ап равен нул, потому что объект не был создан. Ну, это по предыдущему примеру, но с использованием умных указателей. Теперь же, теперь же, сейчас посмотрим на пример 5. Вот в примере 5 уже более-менее эта проблема решена. Или решена полностью. То есть, все зависит от задач, от того, как это у вас все устроено. И так далее. Короче, смотрим. Все то же самое. Здесь ничего не менялось. Это объекты, классы, потом будут объекты. И вот наш самый главный класс. Что мы делаем? Мы добавили блок try в конструктор. Вот. И catch. Дальше. Если у нас происходит какое-то исключение, либо тут, либо тут, мы это исключение ловим. Когда мы его словили, мы вызываем функцию cleanup, которая очищает. В этой функции cleanup мы удаляем объект 1 и обнуляем указатель. Удаляем объект 2 и обнуляем указатель. То же самое, это та же самая функция, вызывается в деструкторе. Теперь смотрите. Так как мы при инициализации объекта уже обнулили эти указатели, то конечно же ничего страшного не будет, когда мы попытаемся освободить память по нулевому указателю. Это я думаю вы уже поняли. Дальше. Вот здесь у нас происходит исключительная ситуация. Мы эту исключительную ситуацию ловим и вызываем функцию cleanup. Ну давайте запустим. Что мы видим? Мы видим, что все отработало в штатном режиме. Начался конструктор, один объект был создан, второй был создан, ну в этом примере у меня исключение после генерации. Мы потом в последнем примере у меня в самом конструкторе генерации исключения. Так вот, один объект, точнее второй тоже был создан и дальше вот вызываются деструкторы. Вот, все корректно. То есть если бы само исключение произошло внутри аудиоклип, ну это вы можете сами, то есть эти исходники всегда доступны, можете внутри вот здесь сгенерить исключение и посмотреть что будет. Все будет отработано корректно. То есть если внутри конструктора опять-таки исключение, присваивание не произойдет. Соответственно, клинап нормально все отработает, указатель будет нулевой и все. Но самое главное, мы удалим вот этот объект. То есть утечки памяти не будем. Ну и еще один пример, шестой, в котором, в котором вы сейчас увидите, что есть. Все то же самое, я выкинул отсюда уже фон бук, он нам не надо. Теперь смотрите. Конструктор, посмотрите на конструктор бук-энтри. В нем я использую список инициализации. То есть в списке, а, что еще главное, да, я обернул нашу картинку и аудиоклип в, ну, сделал их умными указателями. Unique.ptr. Вот. Ну, если это Unique.ptr, то вы должны понимать, что в данном случае конструкторы копирования, операторы присваивания должны быть, ну, закрыты. Потому что это уникальный, этот, как его, это Unique.ptr, да, уникальный указатель. Есть Shared.ptr, а есть Unique. То есть у меня по поводу этих умных указателей видео есть. Сейчас не об этом. Это я для простоты взял. Короче, взял и взял. Вот так вот. Так вот, у нас уникальная Unique.ptr. Картинка и аудиоклип. Теперь смотрите. Я использую список инициализации. Потому что мы можем объекты эти инициализировать в списке инициализации. Соответственно, блок Try выглядит вот так вот. Сначала Try, потом список инициализации, а потом непосредственно тело конструктора. Ну и Catch, да. Вот. Потому что бывает такое, что мы в списке инициализации инициализируем объекты и где-то при создании какого-то объекта объект крэшится. То есть возникает исключение. До вызова конструктора, например, без списка инициализации уже будут инициализированы вот эти все объекты должны быть. инициализированы. Вот давайте в примере 5 посмотрим. В примере 5 до отработки самого тела конструктора mName и mAdress уже будут инициализированы. Даже если мы здесь ничего не напишем, ничего не напишем, то они будут все равно по умолчанию эти объекты инициализированы. Ну, как, впрочем, и вот эти вот все объекты. Но я думаю, это вы знаете. Это я отвлекся. Так вот, смотрите. Вот со списком инициализаций. Есть список инициализаций, в котором мы инициализируем. И здесь мы используем тернарный оператор. То есть мы смотрим, пустая строка для картиночки или нет. И если не пустая, мы вызываем функцию makeUnix создать уникальный указатель, то есть выделить память и вызываем конструкторы объекта image точно так же и для аудиоклипа. Конструкторы объекта аудиоклип. Так вот, так вот, что же будет, что же будет, если вот здесь произойдет исключение. То есть вот сейчас я уже непосредственно в конструкторе генерю исключение. Да ничего не будет. мы его вот здесь перехватим. В том-то и фишка. Более того, нам даже по факту наверное вот этого деструктора и не надо, потому что мы здесь ничего не делаем. Но он здесь оставлен, чтобы увидеть, что все корректно отрабатывает. Так вот, при генерации исключения в списке инициализации мы его успешно перехватываем, обрабатываем и все. То есть нам здесь не надо вызывать функции cleanup или еще, потому что мы пользуемся умными указателями. Что я советую вам всем делать? Использовать везде, где это возможно, умные указатели. И теперь посмотрим. Еще и вот здесь даже я его использую. То есть у нас еще в тестировании объект PBE, надо было Unique PBE назвать. Ну ладно. Вот здесь создаю объект и сразу же после выхода из этой области видимости, конечно же, вызовется деструктор. Но мы знаем, что там, возможно, будут какие-то исключения. Возможно, если мы эти исключения пробросим. Короче, давайте запустим. Что мы видим? Мы видим, были отработаны конструкторы Image и был отработан деструктор Image. Аудиоклип начал создаваться, но не досоздался. Соответственно, деструкторы вызваны не были. Ну и, как вы видите, деструкторы для BookEntry вызваны тоже не были. Почему? Ну все потому же. Потому что язык C++ говорит, что деструкторы будут вызваны только для всех объектов, для которых успешно завершились конструкторы. То есть, для тех объектов, которые успешно были сконструированы. Вот. Но теперь, вот на этот код, если посмотреть, он стал гораздо проще. Это раз. Во-вторых, дело до непосредственно тела конструктора не дошло. Потому что при инициализации с использованием списка в инициализации, а именно вот здесь, произошло исключение. Мы его вот здесь перехватили. То есть, я здесь это закомментировал. Вот. Но по факту надо пробрасывать дальше. Так вот, произошла исключительная ситуация. Исключительная ситуация, соответственно, тело конструктора работать не начало, даже вообще не начало. Соответственно, и деструктор здесь вызван не будет. Но, тем не менее, у нас код упростился, и никакой утечки ресурсов нет. То есть, как мы видим, тот объект, те объекты, которые были созданы, они успешно вот были удалены. Ну, а тут уже, что тут, что тут, тут не создался, ну и все. Вот. Вот. Ну, думаю, 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 те, кто не знал об этом всем, что-то да и узнал. Так что, не допускайте утечки ресурсов в конструкторах. То есть, обработка всех этих исключениях в конструкторах иногда далеко не простое дело, но использование уникальных, точнее, умных указателей может существенно облегчить эту работу. Самое главное помнить о том, что могут. Даже не то, чтобы помнить, а смотреть на объекты, на классы и смотреть на конструкторы, что они там делают. Могут ли они сгенерить исключения или нет. Да, вероятность того, что для оператора new, ну, при выделении для какого-то объекта не хватит памяти, не такая уж и высокая на десктопных на наших обычных компьютерах, но если это embedded какой-то и там, где памяти мало или еще что-нибудь, то там вполне это даже возможно. Поэтому очень внимательно относитесь к конструкторам. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok